Да, ну, наверное, можно уже начинать. Я прошу прощения, что я в этом видео, просто такой дебаг, что я... И тут здесь утра, и, в общем, у меня глаза нерзут полностью. Так, ну, собственно, как-то происходят какие-то общие вещи, но тогда это будет как то же самое, что в северном семестре, в такой же схеме, что вы приходите, получаете вопросы, там будет шесть вопросов, они будут в сложности зависеть от того, когда у вас оценка в семестре, и вы на них отвечаете, там у вас есть два часа, там есть какие-то рамки небольшие по времени, и дальше вот вы получаете оценку за экзамен, а потом она пересчитывается по формуле, там будет специальная табличка на листочке, в какой формуле она пересчитывается в зоговую оценку. Здрасте. То есть все точно так же. То есть единственное отличие, что тут просто с рейтингами, я не знаю, как он будет окончательным, поэтому, наверное, ну, и вас не очень много, поэтому запись на экзамен будет происходить так, я, значит, делаю такой, у меня вот такая табличка, которую я проставлю, то есть я у всех упорядущую по рейтингу, и дальше я просто поставлю слоты по времени, чем у вас больше рейтинга, чем вы позже начинаете сдавать, то есть чем меньше, чем вы раньше начинаете сдавать. Еще вот несколько запасных слотов, это для тех, кто хочет сдавать пораньше, например, есть такие любители, их не очень много, но они есть, или там есть люди, которые, там, они из других, ну, там, доздают курсы, или перездают курсы, или как-то активный курс, им тоже надо куда-то записаться, поэтому там, ну, то есть, вот вы откройте табличку, там будет сначала несколько пустых слотов на, там, условно, 10 часов, а дальше, вот, будет просто список заполненный заранее, просто я вас по рейтингу порядочу, и вы можете тоже, кто-то хочет, можно записаться там наверх, если тогда будет свободное место, можно записаться вниз, в общем, какое-то время можно меняться местами, если вы хотите с кем-то, вот, вы можете с ним договориться, то есть можно какое-то время править эту табличку, и дальше, вот, там будет дедлайн, вечером перед экзаменом, ее уже править будет нельзя, ну, и вот, приходите к этому времени на экзамен. Вот, будет примерно такой план, просто потому, что, окажется потому, что рейтинг кому-то не так посчитали, и, в общем, там все нечестно, поэтому, ну, и там, в общем, для простоты сделаем вот так раз так. Ну, все, можно задать вопросы, если какие-то есть у кого-то, да, по программе, по процедуре, можно там, да. Да. Есть? Да. Сейчас, какой вопрос это? 18 нахор, сейчас дайте я открою. Да. Доказатель, да? Значит, у вас орг g это k, орг h это l, и вы хотите доказать, значит, и k, или, ну, просто, то вы хотите проверить, что порт g h это равно k. Но тут есть, ну, это у нас 4 групп, может быть, вы уже его доказывали, но как там можно сделать? Во-первых, у вас, что очевидно, то, что если вы берете g h, выводить в степень k, l, то это, естественно, единица, потому что это g в степени k в степени l на h в степени l в степени k, у нас коммутативно все, поэтому это просто единичка. Поэтому в этой степени это же точно единичка. Дальше, если у вас получилось, что это в меньшей степени, мы хотим доказать, что это в степени m в 1, единичка делится на штука и единичка. Но, смотрите, пусть у вас сейчас, давайте я попробую подумать, как это наиболее быстро рассказать, если вы пишете быстро. Да. Ну, у вас есть 2 часа. Суммарно? Суммарно, что вы ответите на все 6 вопросов. То есть, считается, что вы можете, ну, как бы, вот сразу в цели вопрос можете сразу ответить, это может произойти 10 минут. Как правило, к вам кто-то подойдет точно, ну, если не будет большого очереди, то к вам в течение, там, через 40 минут будет преподаватель и спросит, не можете вам рассказать два вопроса, например. Но вы скажете, что вы скажете, не могу, ну, скажешь, что очень плохо, ну, давайте быстрее, а то у вас всего 2 часа, а время уже скоро закончится. 2 часа это еще? Не, не, ну, ну, 2 часа это такое, там есть конкретные временные ограничения в духе, что если вы там, там написано примерно следующее, что если вы отвечаете на тройку, например, то вам нужно все просто на тройку отвечать на 20 минут. Поэтому за следующие вопросы вы должны, ну, там, 20 минут это с учетом того, что вы рассказываете. То есть, это на поток и ответ. В этом 2 часа вы должны успеть на 6 вопросов. Там дальше, если у вас есть, если вы хотите на тройку фор, то вам нужно, там, не знаю, отвечать там вопросы на УДУ, там, за, ну, 15-20 минут, за фор за 20 минут. То есть, вы тоже должны успеть ответить на все вопросы за 2 часа из этого списка. на один вопрос. Ну, один, да, на один вопрос. Считается, что вы на любой вопрос умеете отвечать за 20 минут. То есть, вы успеете записать, еще рассказать преподавателю. То есть, можно, в принципе, там, пытаться, ну, то есть, вы можете как бы кратко записать, и уже начать рассказывать преподавателю, и по ходу дела он там будет задавать вопросы. То есть, обязательно там, мне надо с них полчаса. Есть вот какая-то там маленькая дырка, но можете все кроме-нибудь дырки рассказать, по крайней мере, у вас что-то будет. По крайней мере, у вас что-то защитет. Ну, и там, ну, на Отл, там какие-то критерии, я уже, надо посмотреть, что там написано. Ну, там тоже, типа, примерно такие же критерии, чуть-можно поменьше, но там, не знаю. Ну, не так, конечно, но там просто есть вопросы на Отл, немножко разные бывают, но в целом, может быть, вот так написано. И получается, что вы должны успеть за два часа при таком режиме ответить вот на все шесть вопросов, которые у вас есть в билете, ну, какая бы у вас сложность ни была. Но с другой стороны, если вы, например, вот, если посмотреть на эти критерии, то если вы, ну, допустим, у вас рейтинг ноль, да, ну, не повезло, у вас рейтинг ноль, у вас шесть вопросов на УДУ, да, а вы говорите Отл. Ну, вот, это не значит, что вы должны два часа отвечать вопроса на УДУ, потом еще сейчас вопросов на ФОР, нет, вы должны вот по этой рейтинге работать в рейтинге, то есть вы должны за час, то есть вы все просто на тройку ответить, и потом, ну, и поэтому у вас время будет не там 18 часов, вам всего лишь там будет 3 примерно. То есть понятно, что, ну, такое бывает, что приходится, начинает очень быстро отвечать на вопросы. Ну, вот он, ну, я помню, как-то вот приходил какой-то человек, который очень сильный, но он задавал, но он переводился в другую факультет, и задал дополнительно. И как бы, ну, я к нему сажусь, и я какой вопрос не спрашиваю, он за 2 минуты мне его отвечает. Просто я вот примерно за полчаса у него спросил 10 вопросов, ну, я как бы успокоился, дал ему вопрос там, два вопроса, ну, вот на эти вопросы. Кстати, я дал ему вопрос на УДУ, он еще там за 10 минут его ответил, но, в общем, там, короче, человек за час ответил мне на очень много количества вопросов, но он поставил там УДУ 9, ну, там, он был задач на УДУ 10 еще, он там, я не помню, решил, не решил. То есть, понятно, что если вы как бы хотите возвращать на УДУ, то вам нужно очень быстро отвечать. Если вы будете 2 часа только с вами просто на УДУ, ну, вам поставят УДУ тогда, ну, окей. Вот, понятно, что там могут быть задержки, связанные с тем, что предатель мало, а вас многое, или еще с чем-то. Понятно, ну, понятно, что тогда будут давать, может быть, дополнительное время. Но в целом, считается, что вот, ну, как еще бывает. Ну, вот у вас есть вопросы на УДУ, а вы, например, на один вопрос не ответили. Тогда преподаватель, он такой думает, ага, если вы на один вопрос не ответили, наверняка вы соседний вопрос на УДУ тоже не знаете. Он нас что-то спрашивает соседний вопрос на УДУ. Соответственно, он будет еще давать какое-то время подумать. А вы, если бы он снова не ответил, он будет еще один вопрос искать. И понятно, что если там, ну, что человек, ну, если пограничная оценка, то человек может там застрять примерно на час, и преподаватель будет пытаться тыкать и искать дырки. Вот, но такое бывает, но поэтому для кого-то, может быть, это будет мучительно больно. Если вы где-то, где-то прокололись, то вы проведете какие-то другие дырки, это займет какое-то время, поэтому это может за два часа выйти. Но понятно, что мы стараемся, чтобы там, как бы вы не сидели по четыре часа, но бывают иногда такие случаи, нужно что делать. Да. Как это вспоминается в поле количество вопросов? Вам нужно, ну, как бы, есть ощущение, что вы знаете на тройку. Считается, что если вы ответили на шесть вопросов на тройку, ну, вот вы вам дали шесть вопросов на тройку, вы на все на них ответили вообще без проблем. Это считается, что вы получите тройку. Но если вы хотя бы, ну, вообще-то написано, что если вы, знаете, хотя бы там двух-трех вопросов на удову, то это сразу двойка. То есть, если у вас там будут какие-то дырки, то вряд ли будет пытаться в них тыкать, а посмотреть, что вы вообще знаете, что нет. Последний вопрос. Ну, вообще, ну, на тройку нужно ответить шесть вопросов, на хор нужно ответить как минимум на четыре вопроса в сложности хор, а на отл нужно ответить как минимум на три вопроса в сложности хор. Это вот критерия. Здравствуйте. Ну, то есть, считается, что вот у вас, допустим, у вас 10 баллов за семестр. Тогда вы, скорее всего, получите 2 плюс 2 плюс 2, но вы за это ответите, вам еще, ну, третий вопрос на отл, это как бы там уже, можно сказать, посложнее на 9, тогда вы, получается, что получили 9. Если вы, например, у вас там рейтинг 10, но вы скажете, что нет, я такое не хочу, давайте мне вопрос только на фор, тогда вам эти вопросы на отл замените на вопросы на фор, и вы ответите на 2-4 хор, получите вот по этому критерию хор. Ну, то есть, вот там будет, если вы скажете, что вы на тройку только отвечаете, вам все вопросы заменят на троечные. А если рейтинг на хор сломает больше хор? Ну, у вас будет половина, ну, зависит от рейсинга, там будет, ну, смотрите, таблички можно будет написать, если вы не хотите оценку большего, да, потому что если у вас оценка, скажем, 7 за семестр, то, скорее всего, у вас в этом распределении будет один вопрос на отл. Ну, потому что, мало ли, может уходить на отл. Поэтому в табличке будет пункт, в котором написано там «не хочу оценку больше хор 7». Вы можете его поставить, и тогда вам вопросы о большей сложности попадать не будут. То есть, вам, ну, если у вас рейтинг 6, то у вас, скорее всего, будет там, как раз будет 2-4 хора, чтобы вы на это ответили, сразу получили хор, и все. Окей. Так, еще вопросы по процедурам? Так, да, значит, возвращаясь к этому доказательству. Ну, самое простое, что можно сделать, смотрите, давайте мы, вот наша же аж степени равна единица, давайте мы это еще взойдем в степень k. Тогда что произойдет? Уже в катере это у нас единица, поэтому это будет просто h в мкатере. Значит, mk делится на l. А с другой стороны, если я возведу эту степень l, то я получу h в степени ml, то есть ml делится на порядок, то есть на k. То есть тема – это такое число, что предложение на k делится на l, а предложение на l делится на k. Это значит, что m делится на их ног, но так они просты, значит, что он делится на их произведения. Правильно, да? Не-не-не, быстро слышно. Так, понял, сейчас, еще раз. Сейчас, значит, m умножить на k делится на l, ну, это означает, что... Ну, вот. Ну, и k л за не просто у нас, поэтому это означает, что это за совершенно дельце на l, это за совершенно m делится на k, да? Ну, и так они просто, то m делится на их произведениях. Вот. Это вроде бы самое простое доказательство, да? Ну, это чисто, это как теория группы, а там что-то такое было? Да. Нет, ну, система та же самая, что была зимой. То есть там ничего нового нет, но... Да. Да, ну, я не сказал, но понятно, что там примерные критерии, что вот вы... Ну, на тройку вы должны сдать, как бы... Вот, чтобы ответить на тройку, на U2-4, вы должны просто быстро ответить на все вопросы. Если вы начинаете там копаться, ну, вы какие-то вопросы доучили, но не до конца, что-то там какие-то, ну, проблемы возникают. То есть вы не то, что определение не можете сказать, а вы там доказали третье отреки вопросов, какая-то дырка есть. Ну, вот начинается, дальше начинаются вот эти метания, когда приведет вас помучает, но, наверное, он помучает, помучает. То есть если вы там все-таки все вопросы более-менее знаете, что-то можете сделать, то он поставит там тройку. А на хор-7, ну, хор такая странная оценка, потому что там три градации вместо... Ну, то есть на U2-2 градации, а на хор почему-то три. И поэтому хор-7, это не до отл-8. То есть хор-7 означает, что вы знаете все вопросы на хор и еще немножко на отл, ну, половину примерно. То есть вы не доучили до отла, а вот хор-7. А в отл-8 считается, что вы там, ну, знаете, 90% вопросов на отл. В отл-9 это когда... Ну, есть в отл-9, когда вы еще что-то быстро умеете отвечать, а в отл-10, тогда вы еще там решите какую-нибудь задачу, ну, или там какие-то вопросы ответить, в общем, что-то такое. Да. Там это тоже, это в прошлом году там было какое-то описание, можно его там посмотреть, что там в чате есть. Да, еще вопросы? По билетам. Ну, умение, как правило, означает, что у вас не будет этого вот здесь вот, но это может быть как доп-вопрос, то есть про этот мой посмотрок такой. Ну, понятно, что там умение написано довольно общо, но если вам про этот даже такую задачу на умение, что вы не сможете его решить, то вы можете, ну, как бы, можете мне сказать, если я считаю, что задача действительно плохая, то, может, надо что-то попроще поменять. Давайте я посмотрю, что там за умение. Ну, там, решение степенных сравнений простому модулю. Понятно, что можно вам дать такое сравнение, которое вы будете читать 3 часа и не решите, но понятно, что это будет похоже на то, что было там в листочке. Ты считай, что просмотренный листочек, в котором это была задача, ну, и даст похожие там, похожие числа. Может быть, такие же точно. Да. 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 Да, да, рискованная подгруппа, это что-то никто не может, поэтому не надо, да. Если вы используете теорию групп и всякие теории Малагранжа, там просто скажем, вот в теории групп такое существует, применение беседа. Да, ну вот в теории Малагранжа, используя теорию групп, я думаю, что да, никто не будет ругаться, да. Ну, что еще делать? Ну, то есть... Ну, вот смотри, про какие-то утверждения вот есть, вот, например, это вот, там есть отдельный вопрос, поэтому вот можно рассказать. Но теорию Малагранжа никто не будет противоказывать. Да, еще вопросы? Да, да. Можете я идею сам? Сейчас, дайте. Сейчас, дайте. Да. Прекурентных соотношениях надо, ну, теорема представления новых доказательств, или даже следствия доказательств? Какой номер вопрос? Нет, смотрите, в 26-м, ну, в 26-м, вопрос доказательств рекурдит соотношения. В 25-м вы просто пишите формулу и уводите следствие. Именно, вот, главное, показать следствие, нести коррективность возрастания, там, с нечетными, бывание с нечетными, да? Окей? Так, сейчас... Так, значит, давайте я сейчас напишу, мне сказать, что это правильно или нет. То есть мы берем лямбда, а что это такая штука? Это мы берем вектор, который выглядит 1,9 на p и так далее. 1,9 на p. Берем... Ну, берем zvn-ный. Прибавляем этот вектор. То есть мы порождаем что-то такое, да? То есть берем всевозможные соотношительные инокимбинации, просто вектор с целыми координатами. И прибавляем лямбду на a, где лямбда тоже целая, да? Берем такую штуку, мы хотим посчитать ее определителем. Чтобы посчитать ее определителем, нужно найти вайс этой решетки, записать ее в виде диагонали и... Ну, посчитать определителем в диагонали. Но еще нужно доказать, что... Какой будет базис. Так, есть ли там... Какие там условия ограничения на 1а n? Есть. Ну, понятно, что у вас есть такой вырожденный случай, когда у вас все a1а n делятся на p. Тогда это просто за счет к ztn у нее определитель 1. Что там? Если a1а n делится на p, то лямбда а просто ztn, ничего интересного нет, определитель 1. Теперь пусть хотя бы одно из них не делится на p. Ну, допустим, это a1. Тогда утверждается, что ее определитель будет уже 1 делить на p. И как мы это сделаем? Ну, так как 1 не делится на p, то мы можем a домножить на какое-нибудь целое число, так, чтобы здесь было... Остаток у 1 определения на p был 1. То есть мы можем... Ну, там существует такое k. Так, k плохо. Давайте l. что l, a1 сравнимо с единицей с модулью p. Это означает, что если я возьму l, a минус p сколько-то раз. Давайте я тут напишу m. То есть у нас есть такой вектор b, у которого первый координат равен 1 p, а на остальные какие-то. И найдутся такие... Ну, значит, у нас l на 1 равно 1 плюс mp. Тогда если я возьму l на мой вектор и вычет оттуда mp, то я получу вектор b, у которого координат равен 1 p, и там дальше какие-то еще коэффициенты. Даже можно считать какие-то, понятно, это будет... Ну, да, я и написал, что qp, ну, можно взять вектор, например. Вот вектор b, это там, скажем, p и все... Вот вычтем из l на a, m на e1. Тогда у меня получится, что первая координата будет l, a1 минус mp3 на p, это будет как раз идиничка. Так. Нормально? Значит, я хочу доказать, что байса моей решетки будет p и e2, e, n. Тогда у нее определитель, ну, вот у меня здесь стоит 1 на p, здесь стоят какие-то числа, а в остальных местах стоят единички, поэтому определитель будет как раз такой, который может быть. Вот это движение, которое я хочу самое главное доказать. Ну, то, что эта штука решит наши решетки, это мы проверили, поэтому понятно, что любые сочистные комбинации лежат на решетке. Поэтому на самом деле есть два вопроса. Первый вопрос, почему у меня a лежит в этой решетке? И второй вопрос, почему я один лежит в моей решетке? Вот мне нужно ответить на эти вопросы тогда, чтобы хорошо. А что из этого очевидно? То есть это не в ней, а вот... Ну, в смысле, да, извините, не в ней, а вот здесь. Вот в этой штуке. Ну, то, что я один лежит, это понятно, потому что мы можем... Вот у нас здесь есть какие-то... Ну, давайте я тут напишу b2 делить на b, и так далее, bn делить на b. Чтобы получить e1, я могу умножить bn на b с чертой. У этого вектора будут координаты 1, b2 и так далее, bn. Ну, и вычесть b2 на e2 и bn на en. Это, соответственно, и на комбинации моих векторов, поэтому он штучек точно не следует. Спасибо. Ну, осталось показать, что у меня a1 там лежит. Ну, понятно, что я должен вот эту координату умножить на что-то похожее на a1 и поправить остальные так, чтобы все было хорошо. Ну, давайте посмотрим, как на него зависит. Что у нас тут написано? Ну, давайте я это все-таки вспишу. И что у меня тут написано вот так. Это я пишу что-то по вектору b. Скорее, это эта формула. Значит, смотрите, в чем фишка. Если я сейчас умножу... Ну, вот если я умножу... Ну, вот если я умножу... Это... А мы же хотим сказать, что у нас новые решетки пальцы ставят за границей? Нет, мы хотим доказать, что вот решетки гранда a пальцы вот такой, b, e2, e, n. То есть я вот, видите, мы удавили вектор a, я хочу найти базис. Вот неверно, что a идет в базисе. Неверно, что... То есть если можно дополнить, наверное, a до базиса, то проще дополнить b до базиса, чтобы тогда в принципе был такой стороной. Потому что это для него... В общем... Сейчас. Ну, смотрите, в чем фишка. Если я... Ну, вот эти мои l1, a2, то есть у меня на самом деле... Вот это b2 и это bn. Поэтому как только это умножить все на a1... Вот если я там умножу... Вот возьму a1 и умножу на вектор b. То есть если я посмотрю... Первый координат у меня будет a1 делить на p, а второй координат будет такой. Это будет a1 на l на a2 делить на p. Но a1 на l на a2, а 1 на l у меня с прямой соединиться с помощью p. Поэтому эта штука отличает a2 делить на p на целое число p. То есть вот эта вот штука, она равна a2 делить на p плюс какое-то целое число a1. Если я посмотрю на третий координат, она будет a1 на l на a3 делить на p. И она отличается на... Ну, давайте подважем. Ну и так далее. Поэтому если a1 на b, это на самом деле a плюс какие-то целочисленные или иные комбинации их второв. А2... Поэтому a... Это целочисленные или иные комбинации b и этих второв. Я сейчас немножко из головы говорю, потому что у меня где-то есть записанное решение. Оно уже более привязанное и с меньшим количеством вычислений. Но тут как бы... Да, да, да. Нет, ну в смысле... То есть, понятно, что вы уэрите идеи, что вы просто вот есть вектор a, вы строите вектор b и докажете вот это, да. А если вы называете шутки лично-здоровски или больше, чем n, то как считается, что это... Нет, значит, у нас не может быть их частыми. Ну, мы рассматриваем, как правило, только решетки, которые прожатся всю пространство. И в этих решетках у них есть... Если дискретное множество, то у них в базисе будет ровно... Всегда ровно инвекторов. Нет. Ну, просто, то есть, это... Это как раз утверждение про вот эти дискретные множества. Я не помню, встречается ли это в вопросе на хор. Но сейчас, где это? Или тут нет этого? Сейчас. Нет, но... А, ну это да. Ну, это вот как раз утверждение про то, что любая дискретная подгруппа ИРН лезет с решеткой. Нет, нет. Это вопрос 34 на УДУВЛ. Какая одна? Одна идея, вы просто это карднаты умножаете и вычитаете, получаете эктор B. А в чем сложность? А, не молка. Это сложно-сложно. Что сложно? А вы же, скорее всего, у вас есть... Ну, предметы. Нет, нет, но это я говорю, что я просто пишу из головы, и у меня... Можете... Если я пишу не в Телеграме, я как бы вспомню. Там будет то же самое, написано более кратко, потому что я тут, может быть, лично это читал. Может, там просто показывает что-то. Ну, то есть... Можете покачить еще про плотность матрицы Гамара у каждой диски? Я думал, что в чате скинули одно, он какие-то конспекты в прошлом году, ну, там, в себе это, что-то, что-то другое, а вот развеет не будет. Хорошо, я взял лекции прошлого года Андрея Михайловича, нашел там утверждение про Мацена Мара, скатшотил и выложил в чат. Это вот для любого офисного найдется номер, с которого для любых N на отрезке от NDA и от NDA. Да, но это вот Андрей Михайлович... На УДУ достаточно будет прав, поговорить о том. Ну, это вот, понимаете, где-то есть, как бы... Ну, смотрите. Есть всякие дополнительные вещи в билетах, которые, как бы, показывают, ну, как, понимаете, вот вы... Для того, чтобы вы рассказали красиво. Ну, понятно, что если вам нужна тройка, ну, ну, не помните вы, какой именно там, какой именно формировка, ну, скажете, что не помните. Но это не так страшно. Понимаете, если вы вообще... Вообще, вот, ну, понятно, у вас, вот, допустим, у вас есть билет, да? У вас есть три стадии. Первая стадия. Вы не знаете, что такое решетка, что такое лямда А. Это первая проблема, да? Вы ничего не можете сказать. Второе, вы знаете эту штуку, там, вы помните примерно, что тут можно написать какой-то вектор B, такой, что вот это, но, например, вы не можете выразить вектор там. Вот яденый выразили, а А вектор вы не можете выразить. Это, как бы, уже, ну, то есть вы все-таки что-то умеете, но у вас вектор будет подсказывать, как это получить, например, да? Вот, ну, или вы, ну, там, или вы, есть люди, знаете, которые там, не знаю, там есть третья стадия, есть разные случаи. На первое, есть люди, которые, я все знаю, только о правильной решетке не помню. Могу все написать, но вот о правильной решетке не можешь сказать. Ну, вот я не знаю, что с ним делать, но это не очень, не очень грустная история. Или о правильной определите решетке. Все, вот это все знаю, о правильной решетке не знаю, что такое, вообще не спрашивайте. Это вот тоже есть такие странные случаи, но это там нужно вот отдельно разговаривать. А так, ну понятно. То есть у вас есть стадия, вы ничего не можете сказать про билету или вы что-то можете сказать, но вы не помните креетных, ну вот, каких-то мелочей не помните, ну там что-то забыли, ну ничего страшного, там вам приятно скажут, вот декокретных можете найти, можете мне бояться найти, вот вам напишут креетное значение A1 и P, сможете его найти или нет. Наверное, вы сможете это все посчитать, если вы что-то разбираетесь. Так что и там всякие детали про... Ну, всякие утверждения, которые приводятся как факты, понятно, что ты его просто учишься наизусть, и это как бы для того, чтобы вы могли красиво рассказать, что правитель понравилось, и он бы вам поставил оценку побольше, не 3, а 4, например. Но это не значит, что если вы этого не знаете, то все, это конец света. Я уверен, что большинство правительствами сами не знают, какая точно эта оценка матрица Дамара. Либо они знают 5 оценок матрица, либо они знают ни одной. Поэтому вы можете, в принципе... Так, нельзя на камеру это говорить, но в прессе можете что угодно лякнуть. Но если вы что-то подозрительное скажете, то преподаватель подойдет ко мне или к Андрею Михайловичу и спросит, что он говорил на лекциях. И тогда могут быть проблемы. Но если вы что-то подозрительное скажете, то ничего страшного, это не так. Да. 40 нахуй сейчас. Так, что у вас? Про университетские графы? Что у вас было на лекциях, скажите мне? Ничего не было. Нет. Вариант А, вы не были. Нет. Ну, это просто... Нет, это вопрос, что именно... То есть, я не знаю... То есть, Андрей Михайлович от года от года немножко по-разному рассказывает. Поэтому, возможно, что-то из этого... Если он что-то из этого либо не договорил, либо оставил без доказательства, либо рассказал какие-то общие идеи, то, может быть, что-то из этого можно там оставить. Ну, как бы... Но я должен с ним тогда это обсудить, если вы хотите, чтобы я этот билет сократил. Или вы хотите, чтобы... То есть... Сейчас, ну... Давайте я примерно посмотрю, что он обычно рассказывает про это. И вы мне скажете, насколько это соответствует тому, что у вас был на лекциях. Сейчас, где это? Ну, я так понимаю, что имелось то, что вы говорите вот такую страшную формулу суммы, и что-то про нее можете сказать. Понятно. Или это нет? Ну, то, что вы говорите. Ну, вот. Сейчас. Когда-то вы выбираете к вершин для цикла, потом считаете, сколько циклов есть на этих вершинах, а дальше вы считаете, добавляете к этому количество лесов. Что-то вот такое. На камень, на камень. И сумма там, буквально 3 до n. Вот нужно сказать эту формулу и ее объяснить. Что-что? Для количества лесов, имейте в виду? Ну, да. Ну, я считаю, что нужно сказать формулу. Нет, ваш... А, вы хотите доказать, что количество формул. А у вас... Ну, хорошо. А коды прюфера у вас были строго доказаны на лекциях или так? А на семинарах? Ну, хорошо. Вы коды прюфера на семинарах хорошо изучили или плохо? И вообще не изучили. Нет, но... Нет, формула для количества лесов, там... Ничего сильно сложного нет. Вы просто это делаете из... То есть вам нужно... ... Я не помню, как это наиболее просто делается. То есть, если вы знаете количество деревьев, то из этого количество лесов довольно легко выводится. Сейчас, дайте я подумаю. Может быть, сейчас... Дайте, пожалуйста, прогалку. Нет, это есть где-то. Нет, это... Сейчас. 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 Ага. А, ну, самая простая идея добавить, ну, у вас есть, допустим, R деревьев, и вы как бы берете еще, добавляете одну вершину, ну, в каждом деле убираете корень, убираете еще одну вершину, добавляете к ней, у вас получается дерево, вот это на первую вершину. Ну, дальше нужно, ну, хорошо, я опять же готов выложить какое-то... Хорошо, давайте я сделаю следующее. 40-44? А что, видимо, видео нет? Лекции не записано или там ничего нет? Хорошо, давайте я сделаю следующее. Во-первых, я спрошу у Андрея Михайловича, насколько это все критично. Можем смотреть лекции предыдущего года. Там, я думаю, что там наверняка есть, смотри, ну, сейчас. Что? Что? Ну, понимаете, я просто, ну, как бы, нет, я, то есть, я, конечно, я сходу могу рассказать сразу срок первый, со второй, срок третий вопрос без проблем. Срокой надо вспоминать мне. Ты срок четвертый, ну, там, нужно использовать, небось... Там нужно Эрдешхватл. Так, Эрдешхватл у вас... А, это вопрос на Отл, понятно. Ну, не хочется повторять лекции Андрея Михайловича еще раз. Вот, не знаю, что делать, это грустная история, да. Сейчас, давайте я посмотрю на секунду, что у вас было на семинарах. Нет, Саля, ты понимаешь, что последний с Дебриоин у вас нигде не было, поэтому, наверное, их нужно вычеркнуть. Правильно я понимаю? Да, поэтому срок третий вопрос, наверное, нужно вычеркнуть, поскольку у вас этого... А на лекции у вас тоже не было этого, да, или было? На лекции были последний с Дебриоина? Нет. Когда они будут на семинарах в следующем семестре, вам их учить не нужно. Хорошо. Срок третий вопрос мы вычеркнем. Ну, идея сорок первого и сорок третьего вопроса я могу прямо сейчас рассказать за 10 минут. Ну, если вы готовы послушать, я готов. Нет, сорок первого и сорок третий. Сорок четвертый нужно, наверное, дошкватывал. Это и... Да, давайте, я за... Да, да. Не, не, ну что, ну сорок первого... Сейчас. Ну, сорок первого, тарема Дирака. Там нужно... Там нужно доказать, что если у вас в графе вершин... Ну, может, не записывать, я все равно могу выложить... Это как бы текст, текст и гайство, и я вам вот так найду в интернете, записывать на видео. Значит, у вас количество вершин больше двух, у вас степень каждой вершины больше, броночек, ну, давайте я. Значит, у меня вершин не меньше трех, и степень каждая, она, как минимум, вполага. Тогда утверждается, что в графе же существует для минтонных цифр. Есть вот там два-три разных способа доказательства. Я расскажу один из них, можно рассказать любой. Ну, вы берете и говорите, что вы рассматриваете максимальный, ну, максимальный путь, то есть путь максимальной длины. Конечно же, никто из вас не может сказать о проявлении пути и цикла, поэтому я напишу себе очень простой путь, чтобы подчеркнуть, что у него не повторяются вершины и ребра. Ну, вот он у меня тут нарисован. Ключевое утверждение стоит в том, что тогда, если у нас есть путь длины К, то есть цикл длины К. Это самое главное утверждение, которое нужно доказать. Ну, опять же, простой цикл, да? А именно, значит, так это максимальный, максимальный простой путь, то есть поступить максимальной длины В1 и ВК не могут быть связаны с вершинами вне этого пути, потому что тогда бы можно было найти путь подлиннее. Поэтому у вас, на самом деле, эти вершины В1 и ВК, они связаны только с вершинками внутри. Давайте я буду писать. Ну, вообще В1 и ВК, но понятно, что если есть ребро В1 и ВК, то уже цикл построен, поэтому можно считать, что тут написано В2, ВК минус 1. Ну, и самое главное хитрость в том, что вам нужно... Ну, самое простое было бы, если бы мы могли найти просто общую вершину, это было бы легко, но нам нужно чуть хитрее. Нам нужно найти вот такую конструкцию. То есть нужно найти такие вершины ВК и ВЖ плюс 1, что есть ребро В1, ВЖ плюс 1 и ВЖ ВК. Если мы такое нашли, то у нас есть цикл, то, что мы можем вывести ВЖ, потом ВК, потом ВЖ плюс 1, потом В1. Ну, а это нужно провести в принципе диреклея, у ВЖ есть, в В1 выводят, тут выходит N пополам, у него вершины к минимуму, сейчас степень вершины к минимуму, N пополам, ВВК степень вершины к минимуму, N пополам. Поэтому в сумме, сумма степеней их вершин, она на самом деле покрывает, ну, все вершины от В2 под руководителем с сектором наложением, поэтому такие-то все не найдутся. Но это принцип диреклея, нужно аккуратно писать, что вы с нами сделаете. А дальше, если мы доказали, что у нас есть цикл длины К, то дальше все очевидно, потому что... Ну, вот мы построили цикл длины К. Если он все покрывает, то хорошо, если у вас есть хотя бы еще одна вершина, то так как граф, ну, у вас граф связен, потому что из-за того, что степень каждой вершины не меньше, чем половинка, это значит, что любой другой вершины еще общий сосед. Поэтому у вас есть здесь путь вот сюда, ну, и тогда можно построить путь больше длины, чем К, а именно можно пройти вот так вот. Поэтому никаких других путей нет, но путь максимальный длины содержит все вершины, поэтому, собственно, вот мы строим металл. Если есть еще вершины, то есть путь больше длины. Ну, значит, путь был не максимальный противоречий. Это вот один способ доказать. Там можно это с другим способом делать. Но, на самом деле, там есть теорема Ре, которая похожа. Если у вас то же самое, только вы говорите, что сумма любых двух спередных вершин больше, чем n, сумма степеней двух любых спередных вершин больше, чем n, тогда это уже работает и никакого отличия нет. Так, и что там еще хотел? Ну, сорок третий, например, да? Который, вот, кстати, он, может быть, на лекции не покрывался. Давайте я это скажу быстренько. Он несложный. Значит, вы берете граф ZN3.1. Это вы берете на n вершин. Вы берете трехэлементные подможества. Ну, или можно считать, что это подможество от 1 до n. А ребра — это не пары, а тройки. То есть у вас ребра — это трехэлементные подможества какие-то. И они соединены ребром, если пресекаются по одному элементу. И спрашивается про число независимости такого графа. Хороший вопрос. Кто-нибудь знает? Значит, число независимости — это у вас мощность максимального набора ребер. Сейчас. Нет, мощность максимального набора вершин, между которыми нет ребра вообще, да? Это, значит, количество, мощность... То есть вам нужно найти максимальный набор троек таких множеств, нибудь видимо, например, прибросьба минимумя одно раздел Michelle een. И на другие множества между этими двумя которыми нет ребра так zeg. Можно найти максимальное количество трехэлементных подможеств, у которых все пересечения не единичка, правильно? То есть нужно в графе он Chicago и найти максимальное количество множеств такое, что у них пересечение трехэлементных множеств, такое, что пересечение не единичка. утверждается, что это больше, чем минус 2 и меньше, чем n. Ну, смотрите. Самое главное запомнить, то, что сразу должно быть в голове, это пример. Пример тут такой. Если у вас n делится на 4, то вы можете делать такую штуку. Вы делите все n на сосиски по 4 элемента. И в каждой сосиске берете все 3 элементы подможества. Легко проверить, что они все пересекаются по парам и по 2 элементам, ну, а между сосисками они не пересекаются. Поэтому ни окинье пересекания, ни окинье 3 элементов множеств у вас не будет давать единичку. То есть, вот я, смотрите, я, значит, для n делящихся на 4 просто построил пример из n вершин, у которых ни окинье вершины не седаны ребром. То есть, я вот построил n. Ну, и для n не делящихся на 4 можно построить вот такие же примеры, а именно, если у вас просто вы последнюю сосиску либо не доставите. То есть, если у вас если вы берете вот это, давайте я тут напишу, n равно 4k, значит, 4k плюс 1 то же самое, 4k плюс 2 то же самое, 4k плюс 3 вы просто добавляете еще последнее множество трех элементов. То есть, у вас все у вас будет, значит, 4k плюс 1 множество. То есть, вот здесь у вас будет 4k во всех четырех элементах, в конце будет у вас 4k плюс 1 4k плюс 1 2 4k плюс 3 еще одно трех элементов множество. То есть, у нас вот, понятно, да? Это пример. Вот у вас должно быть в голове сразу просто вот как картинка. И нужно доказать, что ничего лучше придумать нельзя. Да, вот нельзя вот больше запихнуть, чем столько множеств. Ну, давайте докажем. Значит, ну, чтобы доказать, что вот этот максимум, нужно определить примеров. Пример я привел. Давайте сделаем оценку. от ДНК индукция по n. Ну, база. База проверяется для первых четырех элементов. n равно 1, 2 – это 0. n равно 3 – это 1. n равно 4 – это 3. Вы можете сами посчитать. О, 4, да? У вас тут никаких сложностей не возникло. Это база. Переход. Ну, вот мы взяли какое-то произвольное n большое. Да, вот-вот n элементов. Может, от 1 до n. Но если там вообще нет трех элементов множества, ничего не надо делать, значит, у вас хотя бы одно трех элементное множество есть. Давайте это пусть будет вот 1, 2, 3. В моем языке здесь множество будет элемент 1, 2, 3, но я там перенумерую. Давайте посмотрим, что с этим может пересекаться. И как? То есть, мы помним, что у нас с нашим независимым носом все трех элементные подможки пересекаются либо просто пересекаются по нулю элементов, либо по двум. То есть, если у нас есть хотя бы что-то с этим пересекающимся, то это будет… Ну, вот я еще один элемент напишу. Значит, он будет два элемента иметь общих, а один лишний. То есть, это будет какой-то 1, 2, 4. Давайте попробуем это продолжить. А продолжить это может двумя способами. Либо у вас новые элементы, они будут пересекаться, это будет вот такая вот четверка, то есть, мы… там может быть, что есть 1, 3, 4, а может быть, там есть 1, 2, 5. И тут оказывается следующая вещь. Вот во втором случае у вас единственное, что может с этим хоть как-то пересекаться, это только 2, 3, 4. Потому что, если у вас кое-то множество пересекается с… Если у кого-то множество есть один, там должен быть обязательно другой элемент, причем это должен быть элемент и отсюда, и отсюда, и отсюда, и значит, это один из этих множеств. Поэтому у вас ни какой-то другой этой тройки единичку не содержит. Единственная тройка, которая с ними может пересекаться, это 2, 3, 4. И мы тогда можем отделить этот блок. У нас будет… Вот у нас с этим блоком ничего не пересекается. В этой ситуации у вас все, что может… Если что-то пересекаться по тройке, например. Оно уже должно пересекаться по одному из этих элементов. А так оно пересекается по всеми остальными, значит, оно должно содержать... Ну, вот у вас, во-первых, что содержит тройку. Значит, оно должно считать двойку и одновременно либо единичку, либо четверку и пятерку. Но четверку и четверку я строить одновременно не может уже. Поэтому, если он содержит тройку, то, кстати, двойка есть у нас естьgruppe. То считает вот это множество. Поэтому всеöl ш custardy можно пересекаться, это solo множество вида 1, 2, 6 и так далее. Вот это самая сложная часть, доказались. А что из этого случая забрали? Ну, какие ребра могут искать 1, 2, 3? Это обязательно либо такая штука, либо такая штука. Я что хочу сделать? Смотрите. Идея какая? Вот я хочу разбить вот вместе с этим ножом, то я хочу его разбить на какие-то отдельные кусочки, которые с другом вообще не пересекаются. Такие боитосвязанности, да? Ну вот, как здесь, то картинки. Видите, у нас есть тут четверть, которые не пересекаются. Если я их отделю, то я могу просто использовать индукцию. У меня в индукции оценка есть, я могу просто использовать ее и получать дальнейшие отсутки. Ну вот смотрите. Вот здесь, в этой картинке, у меня есть два случая, как 1, 2, 3 вообще можно с каким-то пересекаться. И КПЦ устроено так. Либо у меня 1, 2, 3 входит в четверку, тогда я могу просто написать, что вот это вот альфа от G оно не превосходит альфа от G без четырех вершин плюс 4. Ну вот тут у меня уже есть оценка N, поэтому это не превосходит N. А в этом случае, когда у меня есть компенсация выглядит вот так, тогда у меня на K элементах K минус 2 множество, а оценка еще лучше. У меня тут написано, что альфа от G не превосходит альфа от G без 1, 2 и так далее K плюс ну вот K минус 2. И опять же это тоже будет меньше, чем K. Сейчас, да, N минус K плюс K минус 2, то есть не превосходит N минус 2. То есть я таким образом доказал, а там альфа от G не превосходит N. Ну вот Чао Ну, Андрей Михайлович традиционно, он так, он хочет сказать что-то интересное, поэтому он говорит, ну, это очевидное утверждение, вы сами сделаете, ну, вот я рассказал, да, по-моему, можно сделать, он считает, что это можно, можете сами задуматься, ну, это, может, не очень очевидно, но не очень сложно, да, да, окей. Значит, еще раз, 43 вопроса мы выкинули, 44-й должен был быть на лекциях, я готов найти видео, где это рассказывается, 40-й я посмотрю, что там, конечно, было на лекциях, возможно, ну, то есть, про количество, про количество лесов я просто, я искал идею, я выложу текст, ну, все, да, по графам что-то там еще осталось, но это же хватало тоже должно быть на лекциях, это, наверное, сами должны рассказать, в вопросах на Удову там есть... Ну, опять же, там есть 4 квали 더 длиннее дерево, это должно было быть на семинарах, и про Эльдеров Граф, про Эльдеров Граф, наверное, не было на семинарах, да, ничего. Там есть 4 квалиル то продление дерева, нужно докать их Buenos Aires. Ну, нет, это, может быть, то есть, ну, если вы, я советую вам это сделать хотя бы один раз, потому что там есть какие-то не совсем триальные утверждения, ну, так, то есть, ну, они простые, но нужно уметь их произносить. Ну, хорошо. Ну, я напишу в чате. Ну, последний, последний, ну, вот, и квадратность определения, все про лидеру графа мы выкинем, потому что их не было на семинарах, а на лекциях они были очень быстро. Там было сопоставить только определение и теорема основная. Поэтому, все равно, если у вас там войдет в следующий семестр, у вас будет последний сентябрион, поэтому они все равно там будут. От них вы никуда не денетесь, поэтому это все перейдет на следующий семестр на эскетный анализ. Окей? Да. Еще вопросы? Сейчас можно я посмотрю. Это какой вопрос? Да-да. Какой это вопрос? Скажите мне, пожалуйста. Сейчас. Чего, подождите? Вот. А! Сейчас. Пять секунд. А вот здесь по поводу играется A2, то есть, ну, действительно, матрицы A, N, 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 те элементы, по модуру, меньше, или меньше? Ну, там меньше. Или меньше. Ну, просто... Если меньше, то я посмотрю. Ну, там меньше, оно тоже работает, мне кажется. Сейчас. Дайте я... В листочке было написано по углу для меньше единицы, но там мне кажется, смешный урон тоже работает. Сейчас, дайте я подумаю. Придумали что-то, что-то несложно. Если они не равны, то это матрица Адамара. Там утверждение, что если у вас... Там утверждение, что меньше либо родного граница, а следующее утверждение о том, что эта граница достигается от матрица Адамара. Должно быть что-то вот такое. А, вещественная матрица размера МНН. Что? Что я интервью-то сказал? Терпázком... Я вот... Так, ну я, может, за минуту не вспомню, но я там что-то не очень сложное. В общем, я напишу в чате, если найду. Я думаю, что распределение алкебры было достаточно прокачено, чтобы это могли сделать. Так, что-нибудь еще? Ну на пятницу, сегодня вечером появится табличка, дальше там можно будет ее менять, если вам нужно что-то поменять. Я доеду домой, и в вечер все будет. Там вечером будет точно табличка, и завтрашнего утра можно будет ее менять до вечера. Ну и там, наверное, таблички на следующие дни. Там просто все расплывается, у вас там пятница, суббота, понедельник, потом еще пятница, это какой-то кошмар. Но как-нибудь, да. Я расписание думаю, что я сделаю сегодня на пятницу, субботу, может, на понедельник тоже. Нет, ну тут в формировке 15-го просто там же не написано, что нужно ее доказывать, да. Там нужно просто написать, что достигается верхняя оценка, это очевидно. Но и там и саму неравенство не очень сложно, в принципе, я говорю, это зависит от... Ну это как отражение полейной алгебры, но ее не верят, что прямо вот там нужно знать. Вроде вот там в билетах нет, да. Ну я понимаю, да, но там в листочке не совсем точно написано, да, я согласен. Ну вот, это параллельная формировка такая. Ну берете 1 по степени П, это 1 по степени П, по степени П. по полиномельной формуле. Что? Да, ну да. Это полиномельная формула, потому что у вас полиномельные коэффициенты все равно нулю делятся на p. У вас по полиномельной формуле там будет p патериал делить на k1 патериал и так далее, ks патериал. Если у вас хотя бы одно из них, ну, если это отличается от штуки, когда p и все нули, тогда, то есть у вас нигде нет здесь p, тогда эта штука делится на p. Поэтому у вас все остальные коэффициенты пропадают, ну и все, p это равно a. Значит, еще есть теория групп, еще есть умножение на a, то есть вы делаете нулевые факты, умножаете на a, и потом сокращаете, а есть еще используемые штические последовательности у вас есть. Ну, знаете, это как в съемок классе, говорят, как карусили. Вот у вас есть, если вы берете штическую последовательность, так, сейчас можно сказать, что у нее длина p, а символы от единицы до a. Тогда количество циркических последовательств по формуле это a должно быть ну, что-то такое. Что-то такое должно быть сейчас. Или там, ну, зависит от того, как вы считаете. Это вот конкретно... Да, да, да. Долженочка какая-то такая формула, по-моему, да. Вот это количество циркических последовательств, но вот из этого скажем, что это штука целая. Ну, это конкретно последовательности периода k циркически, и вот их вот столика, поэтому в этой минус a должно быть делиться на p. Их второе число, поэтому делится на p. Формула это была форма семестра, но это доказывать не нужно. Так, да. Так, я напомнил, что нужно забраться с графами. Больше вопросов вроде так особо не было, да? Других вопросов, вроде бы, мы разобрались, по-моему, да? Ну, спасибо. До свидания. Да. Все есть и текст. Да. Хорошо. Окей, ну, тогда более не все. Напишите в чат, я, может, не все время буду отвечать, но стараюсь, брат вам помогать. Да. Дамы пилеем с чимином отсюда. Спасибо. Спасибо.